братцы всех приветствую вчера успел вот доделать сделать доделать кое-чего так ну что вот этот вот r6 m5 значит который с вырезом было 10 в рукояти здесь две плашки накладные рукояти из и п дерево дерево твердое воды не боится вот с таким упором но он как служит как и защелка тоже нет чехол есть такой же нож аналогичные чуть поменьше он как раз туда вот за счет заходит за счет вот этого выборки и защелкивается обратно уже не вылетает то есть как бы удобно тоже чехол делать из пластика на вот что у нас там дальше идет по плану но тут ничего особенного я клеем смазал наложил то есть просверлил предварительно и сделал два деревянных чопика и туда просто вогнал струбцинами сжал подержал немножко потом просто обработал болгарка потом вот значит вот такой вот сделал это где 90 мп у меня кусочек оставался широкой пластинки я его проковал и сделал вот такой вот но это в общем как его я так посмотрел то есть удобно им таким аналогичным таким ножом в общем разделывали насколько я понял по историческим изысканиям то есть шкуры выкройки делали шкур ну вот удобно очень у него хороший нажим когда берешь вот таким образом он видите прилегает то есть режущая кромка это выпуклая часть . приложение очень хорошо и очень рез такой получается нормальный вот пальмовое пальмовое дерево вот он вот такой ну это я просто сделал так чтобы это самое береста скрученная и изолентой обмотал сейчас кожей обошью сегодня ну вот то есть такой и деревянный нож на деревянный нож это больше скажем так прикола ради вот это но в общем деревянные наши использовались могу точно это сказать потому что вот прям в бразилии индейцы делают у них есть и дротики то есть из твердопородных деревьев они делают и наконечники для стрел вот гарпуны и так далее то есть видимо ну а обрабатывают они или с этим самым обсидиантом или у них есть этот как же он называется там камень то такой кольца там всякие персни делают бруса из него стекловидный такой они его колят и обтачивают то есть ну как вот стеклом знаете и вы то есть выделывают то есть начало щепят дерево а потом сидят и вот скоблят как стеклышком грубо говоря вот и он используется чем хорош то есть он как бы не колется в отличие от того же обсидианта то есть его можно спокойно вот и он несет функцию как бы больше оружия потому что ну там они же все-таки воевали между собой вот а он достаточно твердый то есть не мнется не гнется то есть очень такой прочный материал на самом деле как кость вот ну а резать им в принципе можно мягкие материалы он режет то есть даже можно и мясо им распилить ну вот то есть принципе если его аккуратненько заточить но я его не затачивал хорошо потому что обувь толстый все такое ну просто покажу как как он общем можно им работать деревянным ножом вот то есть картошку видите можно в принципе почистить таким то есть как бы то есть как бы можно потоньше его сделать вот захаров такой мастер бразилии знаменитые они вроде как выходцы с украины там уже третье что ли поколение живет вот они захаров такое они вот делали нож для крокодил данди кто смотрел фильм это вот они его работа была вот и вот у них есть нож за они показывали деревянный бумажку то есть можно резать то есть я не знаю какое они породу дерево использую ну как короче говоря чистит вот режет толстоват конечно но тем не менее вот понимаете нарезать деревянным ножом овощи и фрукты там накрошить в принципе можно так что ему ничего в принципе потому что железка твердая воду в себя в общем вот он не не вбирает за счет видимо того что и еще особенность то есть у него волокна идут вот вот так вот а выходит значит на торцевой вот в этой только части поэтому если делать его торцевым то есть реже кромко сделать на торцевой выход здесь получается как бы пилочка такая потому что ну они волокна заканчиваются здесь и как бы образуются такая вот в конце втleg а дальше ролл second опять пошли по кромке как бы вот так но вот эту часть в домоте режет то есть рез该 видите вот даже видно что тут волокно закончилась получается как бы пилка 패тиков А если пилить, пилищи движения, а так как просто раздвигающее движение, то вот видите, он делает, то есть вполне можно как-то на пальцем-то не нарежешь картошку, а вот деревянную можно. То есть вот, в принципе, вот такая вот получилась. Но это больше, как скажем, шутки ради. Все, братцы, отключаюсь. Спасибо.